Не допустить трагедии на воде – ежедневная задача для сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. В день они проверяют около 40 лодок и катеров. Самое главное – наличие документов и спас-жилетов. В очередной рейд по Обскому водохранилищу отправилась Алена Кузина. Яринский затон, идем в Обское море. И так каждый день сотрудники МЧС следят за правилами выхода лодок и катеров в акваторию. Несколько километров хода и первое происшествие. Рыбаки зацепились снастями за винт спасательного судна. Сейчас мы имеем понимание, где можно ходить, где нельзя ходить. Это, по крайней мере, безопасность не только моя, но и тех судов, которые встречаются. У водителей смотрят документы, регистрацию, а также наличие спасательных жилетов на каждого человека в лодке. В среднем экипаж проверяет 40 маломерных судов. За этот сезон патрульные бригады зафиксировали 400 нарушений. Проблематика в том, что на реке уровень более-менее выровнялся. До этого у нас падал, были достаточно низкие, появились мели. Есть возможность посадки судна на мели. Если не заметить, то можно и судно повредить, и саму повредиться. Вторая проблематика – это вода, которая остывает, и попадание человека за борт при таких температурах может плачевно сказаться. Звук сирены и катер разгоняется до 70 км в час. Еще один любитель рыбалки. Все документы в наличии – сам в спасательном жилете. Памятку в руки и дальше по воде. Этот современный катер оснащен системой навигации. Она позволяет определять точное место положения, курс, глубину и скорость. Также есть камера кругового видеообзора. Она фиксирует нарушения. Осень – сезон рыбаков и охотников. Как говорят спасатели, не менее сложный и опасный, чем купальный. А значит, рейды продлятся, пока опь не застынет. Алена Кузина, Родион Токарев. Новости ОТС.